Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь. В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 7 июля – день Ивана Купала. Иван Купала принадлежит к числу самых почитаемых и самых важных праздников в году. По древним поверьям Иван Купала олицетворяет расцвет сил природы. Ивана Купалу называют чистоплотным. Принято купаться на заре этого дня, и этому купанию приписывалась целебная сила. Купаются в воде, а еще лучше – в рассе. Церковь сегодня отмечает большой праздник – Рождество святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Славяне в этот день отмечали день Ивана Купала или Иоаннов день. Это день чудес и колдовства. Девушки сегодня плетут венки, используя 9 различных цветков. После надевания венка они молча ложились спать, ожидая увидеть во сне своего суженого. Суженый должен был подойти к ней и снять венок. По вечерам жгли костры и прыгали через них. Кто сам, а кто взявшись за руки, танцевали, пели, общались. Так проводилось огненное очищение. Сегодня, согласно поверью, должен был расцвести папоротник. И если кто найдет его, то будет счастлив всю жизнь. Также верили и в то, что цветок папоротника укажет, где зарыт клад. Массово купались в реках и озерах, парились в бане. И все потому, что на Иоанна Купала любая вода обладала целебными свойствами. При этом обязательно нужно было окунуться в водоем между утренней и обедней службой в церкви. Считалось, что это позволит излечиться сразу от всех болезней. Согласно поверью, сегодня не купается только колдун. После дня Иоанна Купала банные веники не заготовляли, так как они уже не обладали целебной силой. Древние славяне не ложились спать до рассвета. Хотели услышать пение эльфов. Это пение – очень хороший знак, предвещающий защиту от злых сил на весь год. А также остерегались, чтобы нечистая сила ими во сне не владела. Кстати, вплоть до 1770 года День Иоанна Купала считался официальным праздником. Приметы. Утром выпала большая роса – будет хороший урожай огурцов. Много звезд в ночь на Иоанна Купала – будет урожай на грибы. А вот сок капусты брокколи полезен при сахарном диабете. Он переваривается и усваивается буквально за несколько минут, обогащая организм человека кальцием, натрием, хлором, калием, фосфором, магнием, серой, азотом, железом, кремнием, йодом, марганцем, кислородом, водородом, фтором – всеми этими биологически активными веществами в наилучшей, наиболее усваиваемой форме. Они жизненно необходимы каждому человеку. Данный сок содержит органическую воду, что чрезвычайно важно для восстановления в жаркое время года.